Театр стал ближе. Во Дворце культуры Арктика состоялась презентация масштабного проекта «Театральная Россия», которая реализуется фондом «Мир и гармония» при поддержке Министерства культуры. В рамках проекта прошел показ киноверсии спектакля «Василий Теркин» в постановке Архангельского драматического театра. Александр Литков продолжит. Василий Теркин. Вася Теркин – мой герой. Сюжет киноверсии спектакля «Василий Теркин» разыгрывается в наше время. Кто такой Василий Теркин, наринмарские школьники хорошо знают и из школьной программы. Задача проекта «Театральная Россия» – восстановить в памяти мифического героя Василия Теркина, героя эпоса и в то же время героя живого, настоящего. Я считаю, что это один из лучших спектаклей о войне. Потому что сказать о войне, о таком трагическом событии так, наверное, просто и легко, и в то же время в стихах, это сумел Твардовский. И низкий ему за это поклон. Но поставить я, когда этот спектакль мы выбирали на биеннале театрального искусства, он был у нас, я была директором, я очень переживала, потому что все-таки ставить драматический спектакль на произведение, которое в стихах, очень трудно. В репертуаре проекта «Театральная Россия» уже более 200 спектаклей. Посмотреть их все желающие могут онлайн. Там же можно ознакомиться и с расписанием показов. На портале «Культура.РФ» и на портале «Одноклассники» в рамках проекта «Театральная Россия» спектакль «Москва и петушки» по поэме Венедикта Ерофеева, который состоится 19 декабря в прямом эфире. На портале «Культура.РФ» и на портале «Одноклассники». Кроме того, организаторы проекта предложили школьникам принять участие в конкурсе сочинений, а также написать видеоэссе с отзывом о киноверсии спектакля. Победители будут награждены поездкой в Москву и походом в театр на живой спектакль. Отмечу, что культурно-социальный проект «Театральная Россия» был основан 4 года назад и реализуется фондом «Мир и гармония» при поддержке Министерства культуры. Его цель – познакомить зрителей российских городов с лучшими театральными постановками, а также на популяризацию спектаклей и повышение культурного уровня. Мы показываем лучшие произведения Москвы и Санкт-Петербурга во всех городах. Наш девиз – театр стал ближе. Мы используем новые технологии онлайн и, естественно, запись в лучших форматах HD, МАК, разные хорошие у нас очень аппараты, которые мы снимаем. И лучшее качество показано на широком экране. То есть театр в кино, если говорить коротко. В ходе встречи глава региона Александр Цибульский лично поблагодарил генерального продюсера проекта Эльмиру Щербакову за то, что в рамках года театра проект был реализован в Наринмаре. Кроме того, стороны договорились о реализации на территории региона цикла мероприятий, приуроченных к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Добавлю, что в ближайшие планы авторов проекта входит организация фестиваля, приуроченного к юбилею победы, в который войдут не только киноверсии известных спектаклей, но и живые постановки.